Мы продолжаем читать наставление преподобного Ефрема Сирина из 2-го тома Добротолюбия. Продолжаем разговор о братстве. Напомню, мы читали 12-й абзац, где ключевым выражением было такое слово. «Стремящийся к цели святости, спасения, удалившись от мира и мирских удовольствий, да предаст душу свою братству». И мы говорили о братстве, и, конечно, представляется с этих слов Ефрема Сирина, что братство и есть подлинный, настоящий, истинный и безопасный путь к цели спасения, к цели обожения, к цели соединения Христоса Христом или стяжания Святаго Духа. Другого пути по мысли Ефрема Сирина, собственно, и нет. И вот, продолжая эту мысль, мы прочитаем 13-й абзац. «Братья должны жить между собой в простоте, чистоте, единодушии, мире и сердечной искренности. Никто да не превозносится над другим и да не почитает себя лучшим или высшим кого-либо, а напротив того всякий, как ученик Христов да признает себя скуднейшим всех людей, чтоб любовью, простотой, отсутствием соперничества и кичливости при взаимном подчинении друг другу в страхе Божьем мог сохраняться в братстве союз мира, как бы оно было едино тело и един дух во Христе Иисусе». Ну, в общем, почти, так скажем, вольный пересказ, парафраз даже, скажем, из посланий апостола Павла. Все мы это там читали, и все это, в принципе, понятно. Но, а давайте теперь соотнесем вот все то, что мы читали в 12-м абзаце, и все то, что прочитали в 13-м абзаце, и все то, что мы могли бы, если бы читали, прочитать в посланиях апостола Павла, соотнесем все это не с монашеской общиной, как это мы привыкли соотносить, а, скажем, с приходской общиной. Именно с приходской, ну, если, скажем, кому-то с приходской общиной это соотносить трудно, потому что вообще нет никакого ни прихода, ни общины, то пусть они соотнесут это с семьей. Ведь и семья, и тем более приходская община ровно в той же степени, в которой монашеская община, это суть одно и то же. Конечно, современная семья, не традиционная христианская семья, где, скажем, вот, как это у апостола Павла про тюремного стража, крестился он и весь дом его. Вот, в наше время, ну, не очень много таких семей, где и отец, и мать верующие, и дети верующие, и в целом все окружение, ближайшие, близкие, родственники, все оно верующие. Такое бывает и случается, но все-таки не так часто, как это бы хотелось. Конечно, в этом смысле не любая семья может быть, вот, не к любой семье относятся эти слова, но в отношении монашеской общины и приходской общины, это совершенно сопоставимые вещи, это суть одно и то же должно быть, если мы понимали, что такое община. И тогда, если мы снова, вот, ну, в отношении, как бы, мы абстрагируемся от того, что Ефрем Сирин пишет о монашеской общине, потому что, а соотнесем это с приходской, ведь, как мы уже несколько раз говорили, читая святых отцов, удалившись от мира и мирских удовольствий, это ведь приложимо каждому христианину. Мы все отрекаемся от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и отречения от мира, лежащего во зле, это и есть задача каждого христианина, независимо от того, семейную жизнь живет или монашеской. Вот, просто семейная жизнь, она предполагает тот же самый путь братства, и в силу приходская община предполагает тот же самый путь братства, что и монашеской общины. И тогда, если мы перенесем, так скажем, соотнесем сказанное в 12-13 взаце с приходской общины, то увидим, что мы должны делать, находясь в приходской общине. Первое. Не превозноситься друг на друг. Просто не считать себя выше никого из здесь существующих, находящихся, молящихся, пьющих чай или идущих в крестном ходу. Никого, ни над кем из них не превозноситься. Стало быть, никого из них не уничижать, никем не пренебрегать. Ну, понятно, что мы относимся не так, но мы должны так относиться, потому что путь братства и есть путь ко Христу. Если мы, вступая в общину, а вне общины, нравится нам то или не нравится, мы причаститься телу Христову не можем. Может, наступят такие черные страшные времена, когда человек может заказывать тело Христова по интернету, как он заказывает сейчас фастфуд. Но вот пока мы все-таки должны поднять себя, прийти в храм и встретиться там с такими же верующими братьями и сестрами, вместе с ними встать в очередь к чаше и причаститься вместе с ними одного тела, одной крови. В любом случае, если мы превозносимся над ними, если мы уничижаем кого-то из них как слишком дурно пахнущего или не очень образованного, или не очень интеллигентного, или, наоборот, очень интеллигентного, или какого-нибудь еще там слишком вычурного, или слишком скромного, ну, или слишком шумного, или еще каким-то образом не совпадающего с нашими вкусами и предпочтениями, если мы над ним превознеслись, если мы уничижили его в сердце своем, то мы не можем причащаться телу и крови Иисуса Христа, мы не сможем его усвоить, потому что мы отвергли путь братской любви и стало быть причастимся себе в осуждение. Как практически, наверное, в каждом храме есть икона Иисуса Христа, ну, в смысле, она, естественно, есть, но по-разному она может быть изображена, но вот чаще всего икона Иисуса Христа изображается со словами заповедь новую «Даю вам, да любите друг друга». Вот иногда там написано потому, ну, обычно это только написано, иногда, редко, к сожалению, напишется «Потому знают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Хотя суть и того, и другого текста одна и та же. Это напоминание нам о том, что если мы здесь, к этим людям, собранным вместе с нами, у чаши Христовой, любви не имеем, то мы ругаемся Христу, мы снова распинаем в себе Христа, мы отвергаемся от любви к брату своему, который является ключевым требованием Христа, для всякого желающего причаститься. Второе, что мы видим, скажем, анализируя слова 12-го в данном случае абзац, что нужно делать, считать себя хуже всех. Пусть там не хуже человека, где-то там сидящего в какой-нибудь темне, тюрьме, темнице, совершившего страшные и гнусные преступления, может быть не хуже того человека, который там предал все и куда-то убежал, там семью, родину, друзей, доверившихся ему людей, там украл деньги и убежал. Пусть не того, кто где-то там лечится от наркомании или еще чего-нибудь, пусть не того, кто где-то там сидит в психиатрической клинике, но вот если вот здесь мы все собраны, почему бы, что мешает мне считать себя хуже всех, если я хоть сколько-нибудь навык смирению, не хуже всех вообще, но хуже всех здесь собравшихся. Не, не считаю, значит превозношусь над теми людьми, значит уничижаю их в сердце своем, значит считаю себя лучше других, то есть горд, а всякий возносящийся себя будет смирен. И для меня причастие приведет к тому, что Господь обличит меня, показывая скрытые мои недостатки, страсти, бедствия и заставит меня смириться. А смирившиеся будут чувствовать себя хуже всех, потому что другого не дано. Либо я считаю себя хуже всех, и тогда, проходя к чаше, я говорю, Господи, вот, ты пришел грешников спасти, от которых я первый, или я считаю себя лучше всех, или лучше многих, и тогда я не могу сказать эти слова, и тогда Бог приходит мне на помощь, и начинает меня обличать, почему мы впадаем в разные страсти, разные грехи после причащения. Господь обличает нас в том, что мы вовсе не такие, как о себе думаем. Не превозносись над другими людьми, ты не лучше других. Но в конце концов, не это же важно, важно, чтобы мы научились любить. Мы же причащаемся для того, чтобы любить. Любить всегда, любить везде, любить всех. Но если не вообще всех, хотя можно и нужно к этому стремиться, но любить всех здесь, в храме собранных, это главная для меня задача, и это свидетельство того, что я ученик Христов. Если я не люблю здесь собранных людей, я никакой не ученик, я лжец и лицемер. И кончу, если я не исправлюсь, не образумлюсь, не очищусь, я кончу тем, что стану Христа убийцей, как это было и с фарисеями. И последнее, что говорит он, Ефрем Сирин, это подчинение друг другу. Подчинение. То есть попросил меня человек в общине, надо сделать. Попросил я кого-то, он должен сделать. Мы всегда должны быть послушны друг другу. Мы в семье же так, в настоящей семье так, в Божьей семье так должно быть, в монашеской общине так, так вот и в приходской так. Пойди, помой посуду, пошел и помыл. Моя очередь, не моя очередь. У меня бизнес, или я, допустим, приехал сюда на БМВ, или там у меня там дом огромный, или у меня там, скажем, статус какой-то, неважно. Мы здесь все равны. Перед Христом, который наш Бог, перед Отцом, Которому нас привел, усыновив. Чего же нам тут еще друг перед другом выставляться? То есть получается, грубо говоря, без расшифровки, послушание и смирение есть те свойства, которые конституируют приходскую общину, христианскую общину, евхаристическую общину, послушание и смирение. Я хотел бы подчеркнуть, не послушание только священнику, и смирение только перед священником, это и легко, и ничего не дает. А послушание перед каждым и смирение перед каждым, как и священник тоже, смиряется перед каждым, выслушивая каждого, терпя каждого, молясь за каждого, и не судя никого. Тогда и будет семья Божия, но главное это не в том, что это будет называться как-то особо, или переживаться как-то особо, а что это даст нам благодать Святаго Духа, так мы его и познаем, так мы с ним и соединимся, именно таким образом он и войдет в нашу сокровенную храмину, так мы почувствуем то веяние вечной жизни, которое даровал любящим его, верующим в него Иисус Христос. А что делаем мы на самом деле в общинах? Мы выставляем себя, как ни похожих ни на кого, мы противопоставляем себя другим. Вот она, а вот он, а я, то есть мы постоянно говорим, вот он такой, а я такой, вот с ним так, а со мной эдак, вот с ней у нее такое, а у меня такое. Мы на самом деле не пытаемся смириться, понять, высушить, принять. Мы обижаемся, что не заметили, что не выслушали, что не утешили. Мы обижаемся, что уделили меньше времени, чем другому. Мы обижаемся, мы завидуем тем, что у кого-то что-то есть, что-то пришел пешком, а кто-то приехал на машине. Кому-то уделяется больше времени, кому-то меньше, мы ревнуем. У нас есть капризы, у нас есть обиды, и нет никакого ни смирения, ни послушания. И поэтому мы не можем получить то, что даровал Господь любящим его. И важно понимать, что, хотя всем нам нравится попить чай в кругу своих братьев и сестер, особенно с уважаемым священником, на самом деле община христиан – это не чаепитие, и даже не великие дела, совершаемые на ниве социального служения, и не милосердие к миру. Они все замечательны. Это все нужно, это все некая, скажем так, среда, некий фон, некий горизонтальный ландшафт, на котором, собственно, и существуют общины. Но община – это в первую очередь, и главное – это любовь друг ко другу в союзе мира, как и пишет в 13-м абзаце Ефрем Сирин, ну, цитирую, естественно, апостола Павла. Это именно тогда, когда люди, собранные перед лицом Христа, любят друг друга, как сын, мать, как отец, дочь, как брат-брат, как сестра-сестру, связаны такой неразделимой любовью, что нежность и переживания друг за друг переполняют их сердца. Вот что такое община. И понятно, что это возможно только тогда, когда мы смиряемся друг перед другом, или, употребляя слова Христа, друг друга тяготы носите, и таким образом исполните закон Христов. 15-й абзац. В любви к ближнему после всего легко уже можем преуспеть. Поставь первое на первом месте, тогда и второе, следуя за первым, совершится по порядку. А если кто вознеродит о первой великой заповеди о любви к Богу, которая при Божьем содействии образуется в нас из внутреннего расположения доброй совести и здравых мыслей о Боге, вознамерится же иметь попечение о второй, подобной ей, то отсюда проистечет одно только внешнее служение братьям, и никогда не будет он в состоянии исполнить это служение чисто и здраво, потому что козни злобы, находя ум его далеким от памяти о Боге, от любви и стремления к нему, или будут производить в душе ропот и жалобы на служение братья, представляя его трудным и тяжелым, или станут надмивать его и заставлять мечтать о себе как о досточестном и великом, обрещая мыслью о своем многоделании в пользу всех. Когда человек далек от памяти о Боге и от страха Божьего, тогда необходимо ищет он славы и домогается похвалы от тех, кому служит. А когда самый ум и душевное расположение всегда заняты помышлением о Боге, стремлением к нему, тогда в сообразность любви Божьей, человек, все делая во славу Божью, и богатясь чистым и богоугодными делами любви к братьям, получает совершенный успех в своем труде, имеющим увенчаться вечным воздаянием от Бога. Вот такой длинный абзац. Но он говорит о порядке обучения или восхождения в любви. Сначала человек должен возлюбить Бога, сначала он должен подчиться, исполнить первую часть этой двуединой заповеди, только потом он сможет, у него получится, исполнить вторую часть этой двуединой заповеди. Но мне бы хотелось акцентировать внимание именно вот сначала на этих словах. Когда человек далек от памяти о Боге и страха Божия, тогда неизбежно ищет он славы и домогается похвала тех, кому служит. То есть, если нас возмущает то, что человек, которым мы заботимся, он неблагодарен, если возмущает о том, что он не ценит наших трудов, если мы возмущаемся тем, что служение этому человеку чрезвычайно тяжело и вообще нет никакой отдачи и утешения, то человек этот совсем ни при чем. Это свидетельствует о том, что мы не так исполняем возложенное на нас служение. Это наше сердце неправо. Но наше сердце не так делает, как должно делать. Сначала человек должен иметь любовь к Богу, и только тогда он может, говорит Ефрем Сирин, исполнять внешнее служение любви к братьям. Если этого не будет, тогда его неизбежно ждут ропот, уныние, или, если служение это получается, его ждет тщеславие. Либо ропот, либо уныние, либо тщеславие. Но именно так мы и делаем, именно так с нами и получается, именно это мы и переживаем. И ропот, и уныние, и тщеславие. Потому что именно так мы и делаем всегда. Мы ведь стараемся, как мы поняли, как мы услышали, как нам показалось правильно, может быть, нас так научили, неважно. Но мы пришли в церковь, и всеми силами стараемся, ну, думаем, надо же любить, надо же служить. И мы начинаем любить и служить. Стараемся всем помогать, вот, о всех заботиться, исполняем какое-то служение, оно либо нам назначается, либо мы его сами себе берем, и потихонечку, медленно погружаемся во тьму. Сначала у нас возникает уныние, мы ничего не чувствуем от того, что как-то заботимся о ком-то. Неважно, по своей воле или по тому, что нам поручили это дело. Потом нами владевает ропот, гнев, злость, раздражение, отчаяние. Вот, и в конце концов мы теряем и желание, и веру, порой даже теряем. У нас нет, вообще, мы хотим вырваться, выбраться и просто вернуться к той первоначальной тишине, которую все-таки немножко успели уловить, когда переступили порог храма. Во-вторых, если мы, у нас более или менее получается, мы начинаем, надеемся только на свои силы, мы же уверены, что мы любить сможем, начинаем использовать, истощать свои душевные силы, и рано или поздно они приходят к истощению. Это мы даже слово такое нашли в игорании. Хотя на самом деле в игорании свидетельствует только о том, что мы понадеялись на себя. Если бы мы сначала научились любить Бога, если бы мы сначала научились Богу молиться и с Богом жить, мы бы научились по-другому, как здесь также, ну вот дальше мы будем читать 16 абзац об этом, тогда бы мы молились бы Богу, черпали силы для служения у Него, прославляли бы в случае успеха Его, и тогда на веренное Ему нам служение у нас бы, естественно, хватило сил, потому что Бог не требует от нас больше, чем можем понести, Он на все это даст. А поскольку у нас нет, как пишет здесь Ефрем Сирин, здравых мыслей о Боге, мы их не успели получить, мы сразу ринулись в служение другим, и здравой мысли не получается, мы начинаем и не понимаем точнее, что главная цель всякого служения, главная цель любого социального служения, любой деятельности вообще человек по отношению к ближним, есть созидание самого себя в любви. Не спасение мира, мы не искупители и не спасители, а созидание самого себя в любви. Только так мы спасаем и себя, и мир. Если в нашем сердце возрастает любовь, а значит в нашем сердце возрастает благодать и близость к Богу, если в нашем сердце возрастает присутствие Святаго Духа, и наши молитвы становятся дерзновенными, если мы становимся солью, благодатной солью, то мы тем и спасаем мир, а у нас происходит обратное, мы опустошаемся, выгораем, все в нас пропадает, и мы сами в отчаянии, унынии, депрессии, вплоть до потери веры. Субтитры создавал DimaTorzok